Я хотел бы напомнить вам историю с Бесланом. Если вы помните, после этой страшной трагедии были отменены почему-то выборы губернатора. То есть какая-то была совершенно неадекватная реакция руководства страны. Я очень боюсь, что после чудовищной истории в этих стругах красных не начнется ли какая-то война власти с интернетом. В том смысле, в котором они ее понимают и в том смысле, в котором они способны бороться с интернетом. Это одна часть истории. Вторая часть куда более серьезная. Это связано с вашим вопросом по поводу истории. Понимаете, какая вещь? Ведь эти ребята выросли. То есть они пошли в школу и из школы ушли. Или они в последних классах были при нынешнем режиме. То есть если старшее поколение, наши с вами отцы и матери. Они, глядя на сегодняшний телевизор, имеют возможность его как бы фильтровать все, что оттуда выливается ежедневно в виде злобы и ненависти и всей этой мерзости. Просто в силу своего, так сказать, опыта жизненного. Они не такое видели. Расстрелять гадину, расстрелять как бешеных собак. Это они все проходили при Сталине, проходили при, так сказать, позднем Брежневе. Все это они знают и знают, чего это стоит. Мы с вами далеки от нынешних федеральных каналов в силу того, что мы занимаемся какими-то делами. Я преподаю, вы работаете, так сказать, тоже журналистом и так далее. Мы, так сказать, тоже не подвластны этим федеральным каналам. А вот дети, они купаются уже более 15 лет. Вот в этом, особенно последние два года, океане мерзкой гадости под названием ненависть, под названием кругом враги, под названием вот мы сейчас победим тех, победим тех и победим тех. У нас все будет хорошо. Побеждать не получается. Значит, надо ужесточать, так сказать, внутри все и вся. Да, потому что они лезут, потому что они фашисты и так далее. Вот вся та, все это чудовищное преступление, которое все равно рано или поздно закончится новым Нюрнбергом, я в этом абсолютно убежден. Оно, к сожалению, и привлекло вот энное количество мерзавцев, которые на этом играют. У детей нету иммунитета ко всему тому, что происходит вокруг них в виде вот этого вала ненависти, который исходит с центральных федеральных каналов. Они их не видят и не слушают, я думаю, тоже. Но они находятся в той атмосфере, которую эти каналы создают. И вот это прискорбная, к сожалению, реакция, на которой наживаются мерзавцы, которых, конечно же, нужно, так сказать, выискивать, судить и судить, так сказать, гласно и судить. И боюсь, что, наверное, надо серьезно заняться и уголовным законодательством в том смысле, потому что я не знаю, есть ли у судов возможность, я имею в виду и прокуратура, и суды, возможность за это наказывать. Достаточно ли вот этих самых пунктов в уголовном кодексе и статей доведения до самоубийства? Точно ли попадают вот эта статья в то, что творят вот эти самые в социальных сетях люди, которые организуют, ну, даже людьми, людьми-то им сложно назвать, организуют все эти сети, связанные вот с этими самоубийствами и так далее. Одним словом, это, понимаете, это не, нельзя найти какую-то точечку болевую и туда иголочкой ткнуть, и все это исчезнет. Все то, что произошло в Пскове, это реакция как минимум двухлетней, а по сути двадцатилетней политики разжигания ненависти всех ко всем, которые проводят сегодня центральные федеральные средства массовой информации. Вот кого нужно за это судить. Продолжение следует...